Седьмой класс, тринадцатая серия. Решение задач. Задача первая. Какая цифра будет последней после возведения числа 12 в степень 3456? Итак, основание степени 12 оканчивается на 2. Если основание оканчивается на 2, какой может быть последняя цифра у значения степени при возведении в натуральную степень? 2 в первой – 2, 2 в квадрате – 4, 2 в кубе – 8, 2 в четвертой оканчивается на 6, 2 в пятой опять оканчивается на 2, потом на 4, на 8 и на 6. Повторяются только эти четыре цифры. Если показать в степени число, делящееся на 4, а это число делится на 4 по признаку делимости на 4, то последняя цифра у значения степени будет 6. Ответ – 6. Задача вторая. В треугольнике первый угол в три раза больше второго и на 40 градусов меньше третьего. Найдите больший угол треугольника. Обозначим градусную меру второго угла за х, а первый в три раза больше. Первый – 3х градусов, второй – х, третий на 40 больше первого. Значит, 3х плюс 40. И это больший угол треугольника. Надо будет найти его градусную меру. Сумма углов треугольника – 180. Решая уравнение, находим х. Х равен 20. А больший угол треугольника – 3х плюс 40. 100 градусов. Ответ – 100 градусов. Задача третья. Две противоположные стороны прямоугольника увеличили на 1 четвертую часть. А две другие укоротили на 1 четвертую часть. Как при этом изменится площадь прямоугольника? Допустим, сначала площадь прямоугольника была А умножить на В. Ну, допустим, А – длина, А, В – ширина. Так, площадь была А умножить на В. Допустим, длину увеличили на 1 четвертую часть. Значит, длина будет 5 четвертых умножить на А. А ширину укоротили на 1 четвертую часть. Значит, будет 3 четверти умножить на В. Так, можно найти площадь нового прямоугольника. 15,16 АВ. Площадь будет меньше, чем площадь первого прямоугольника. На 1,16 АВ. Задача четвертая. Содержание сахара в одном сиропе 25%, в другом 35%. Смешали 200 граммов первого и 400 граммов второго. Каково содержание сахара в этой смеси? Так, 200 граммов с содержанием 25%, процент сотая часть. Надо умножить 200 на 25 сотых. Получится 50 граммов сахара. Содержится вот в этих 200 граммах первого сиропа. Так, второй сироп 400 граммов и содержание сахара 35%. Надо умножить. Так, получится 140 сахара. Так, сколько же всего сахара? 50 до 140 – 190. Так, смешали 200 и 400. Значит, всего будет 600 граммов. Так, и сахара 190. Значит, какая часть сахара? 190 надо разделить на 600. А чтобы дать ответ в процентах, надо еще умножить на 100. Так, с точностью до целых 32%. Задача пятая. Из 15 спичек построена фигура. Можно ли переложить 3 спички так, чтобы образовалось 8 квадратов? Да, это возможно. Например, так. Переложить вот эти 3 спички. Одну из них положить вот здесь, а две другие. Так, вот таким образом. Вот и получится 8 квадратов. Будет 7 квадратов, которые состоят из одной части. Показываю внутреннюю область каждого такого квадрата. Вот 7 квадратов, которые состоят из одной части. Кроме того, есть квадрат, который состоит из четырех частей. Показываю вершины этого квадрата зеленым цветом. Так, значит, 7, да еще один, 8 квадратов. Вопрос, можно ли? Ответ, да, можно. Например, так, как показано на рисунке.